Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2! Еще одна пара на проекте поссорилась из-за мелочей. Николайчук недоволен поведением Кати Гориной и обвиняет ее в легкомысленности. Между супругами произошла ссора, после которой Кате пришлось прятаться в палатке в комнате Алены Опенченко, откуда она написала несколько постов про усталость от семейной жизни и недопонимания с Артуром. Раньше Кате казалось, что Артур обленился, а теперь он ее обвиняет в недостаточном количестве внимания. Судя по словам Гориной, у Николайчука появились подозрения, что его супруга засматривается на других. На проекте все возможно, тем более, что Артур постоянно пропадает в соцсетях, утратил интерес к реалити-шоу, неохотно общается с ребятами, а у Гориной всегда есть о чем поговорить с парнями на поляне и никогда нет желания разговаривать с мужем. Стагнация или пора уходить из дома 2? Николайчук нашел способ зарабатывать на жизнь, поэтому стагнация в его отношениях с Катей происходить не может, но живет он в виртуальном мире и если он уйдет за периметр, он застрянет на диване и полностью погрузится в тикток. Все ссоры в этой паре от отсутствия саморазвития и скуки, нет настоящей работы и любимого занятия, вот и придумывают на ровном месте поводы для скандалов. Или все-таки Кате и Артуру пора уходить из дома 2, пока семью еще можно сохранить? Скоро исполнится год, как телепроект Дом 2 перебрался на канал Ю, а конфликт между Ольгой Бузовой и Ксении Бородиной так и не стихает. Пока Бородина мечтает о своем оригинальном шоу и проходит кастинги, Бузова комментирует ее низкие профессиональные навыки. За 17 лет совместной работы на реалити-шоу и участие в совместном шоу Бородина против Бузовой телеведущие отлично изучили друг друга. Признается Ольга, что одной из причин ее конфликта с бывшими коллегами по Дома 2 стало приглашение на ее место Давида Манукяна и молчание об этом ведущих телестройки. В свое время, когда Михаила Терехина хотели позвать ведущим на реалити-шоу, Ольга Бузова поддержала протест Бородиной. Ксения же всегда все свои претензии в адрес Ольги высказывает за ее спиной, отказываясь поддерживать поющую телеведущую. И так же поступила при приглашении Давы на Дом 2, что Ольгу глубоко возмутило. Как только начал Глеб Жемчугов по примеру других бывших участников Дома 2 лезть в политику, так начались у него неприятности. Пропал более чем на пару дней клубничка из сети, что вызвало недоумение и тревогу у его поклонников. Появились слухи, что отлеживается он с фингалом дома, а Настера Инашвили была вынуждена дать комментарии. Вместо заготовленной рекламы роликов в ТикТок пришлось счастливой невесте оправдывать отсутствие своего жениха его болезнью, тщательно избегая показа Глеба фолловерам. Неужели сорвался опять Жемчугов после празднования Дня всех влюбленных? Волнуются фанаты этой пары. Или недовольные его намерением бороться за пост мэра Симферополя, политические оппоненты руку приложили. Почему мало кто верит информации от Настеры Инашвили и болезни ее жениха? Селена Майер снова побывала на шоу на Первом канале «На самом деле» моему счастью не было предела, потому что в этот раз со мной на съемки приехала моя мама. Пока я была на съемочной площадке, она с Алланом поддерживали меня за кулисами. И, конечно, я безмерно рада фотографии в нашем семейном архиве, поделилась девушка. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта Шлок. Не везет Алене Опенченко, каждая ее попытка построить отношения на телепроекте Дом-2 терпит крах. Как и намерение подхватить хоть кого-то из бывших участников, возвращенных в периметр. Так было с Глебом Жемчуговым. Так произошло с Иваном Барзиковым. А Никиту Балыкина девушка оторва обвинила в том, что стала для него проходным билетом на проект. Прокомментировал Никита Балыкин в соцсетях это мнение о своей уже бывшей невесты. Парень, который быстро влился в коллектив, считает, что после перезагрузки сможет вернуть Алену, из-за которой он появился на поляне. Тем более, что и ранее не скрывал Никита своих чувств Копенченко, так и осуждение ее поведения, стремление верховодить в паре. Или не подходит уже новоявленной звезде Алене Апенченко такой молодой человек, как Никита Балыкин. Ведь она всерьез считает себя талантливой актрисой, и ей как минимум топчика проекта подавать должны на блюдечке с каемочкой. На проекте довольно ограниченное пространство для самореализации. Участники, которые за периметром активно и занимаются делами, не находят на поляне для себя занятия. Им остается только найти противника и стать доминантом на реалити-шоу, чтобы доказать самим себе, что они не потеряли хватку. Стало известно, что Барзиков и Мандезир не поделили место лидера на Доме-2. В вечернем эфире парни поиграли мускулами, устроили легкую потасовку, а затем пожали друг другу руки. Какая разница, кто из них главной мужской спальни, если они оба теперь зависят от руководства телешоу. И Барзикову пришлось заселиться с Полиной в шале, уступив Мандезиру место главного мачо проекта. Свет Амур с радостью переселил своего соперника в избушку, поиграл мускулами и доказал, что не боится вылететь за ворота за драку. Чтобы выжить в такой агрессивной среде, как Дом-2, недостаточно быть крепким и демонстрировать свою мускулиность. Нужно быть уверенным в себе, чего нет у того же Артема Гранта. По отношению к женщине тоже легко определяется, лидер ли мужчина или только делает вид, что он контролирует ситуацию. Каков Мандезир в отношениях уже известно, а вот что покажет зрителям Дома-2 Иван Барзиков, не превратится ли он под влиянием своей девушки в мямлю, наступив на свое самолюбие. Затравит ли Ваню при участии Полины? Скоро узнаем. В семье Саши и Ксении Задойновых родилась долгожданная наследница долгое время. Экс-звезда Дома-2 лечилась от бесплодия, а вот в середине осени неожиданно для многих с размахом отметила гендер-пати. Напомню, что изначально УЗИ показывала мальчика, но, как видно, вышла ошибка. Впрочем, сам Задойнов надежд не теряет и рассчитывает, что в скором времени благоверная родит ему еще и сына. К слову, Ксения не стала скрывать от любопытных глаз личика новорожденной малышки. Молодая мамочка уверяет, что ее дочь копия своего отца, при этом Ксюшу совершенно не пугают. Предостережение фолловеров и разговоры о сглазе. А вот накануне лишенная комплексов Задойнова показала, как выглядит ее тело сразу после родов. Несмотря на то, что изначально сама Ксения настраивалась на естественные роды, врачам пришлось прибегнуть к Кесареву. И теперь девушка вынуждена мириться с отеком в районе шрама от операции и все еще раздувшейся маткой. Судя по всему, расплывшаяся фигура Ксюши, мягко говоря, не нравится. Правда, она рассчитывает уже в ближайшее время вернуть до беременной формы. Что делать, если твой муж подался в артисты фильмов для взрослых, а ты сама никак не можешь найти свое место в жизни, знает Саша Черно. Убедившись, что источником ее бед стала злополучная квартира, доставшаяся от Татьяны Мусульбес, жена Ганесяна и без помощи астролога решила переехать, возможно, и из столицы. Саша Черно возвращается в исходную точку, но не на Дом-2, признается в соцсетях эта бывшая участница проекта. Особенно возмущает Сашу позиция других блогеров-выпускников телестройки, которые отказываются ее поддерживать и помогать семье Ганесян. Так было с путешествием в Доминикану, так продолжается и с возвращением Черно в тусовку бывших участников Дома-2. Не оставляет своих надежд похудевшее Черно, ухитрившееся и с менеджерами соцсетей поссорится все-таки зарабатывать на своих блогах и рекламе. Бывшая ведущая Дома-2 Ольга Бузова наблюдает за тем, как ее бывший супруг Дмитрий Тарасов пытается стать блогером и нагло пиарится на ее имени. Мужчина активно рассказывает в соцсетях о своей семье, демонстрирует липовые тесты на беременность его новой супруги и нередко вспоминает о браке с Ольгой. Артистка уверяет, что Тарасов буквально содержит семью за ее счет. Он сам пытался запретить ей петь, но в итоге сейчас Дмитрий пытается записать музыкальный трек, попросив помощи у Насти Костенко. Сейчас сложившаяся ситуация выглядит довольно двуличной. Первое время после расставания Оля действительно страдала, она даже посвящала футболисту песни и неоднократно говорила о нем с журналистами. Но сейчас ситуация изменилась кардинально. Бузова уверяет, что ее бывший избранник – настоящее посмешище. В соцсетях женщина сообщила, что совершенно не следит за своим бывшим, в соцсетях он ей просто не попадался, хотя она его не блокировала. Бузовой смешно от того, что спортсмен раньше был капитаном команды «Локомотив», а сейчас решил стать блогером. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь ему нужно как-то содержать тысячу своих родственников. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!